Продолжение следует... Дед! Батя! Дедуля! Сколько можно? Вылезай! Дед! Дед! Деду! Кончай дурить! Вылезай! Дед! Ну ты кончай вообще! Батя! Что в вашей шутке? Пап, нырять надо! Отец! Че, звали? Ну, бать, ну даешь! Сдаетесь, слабаки? Ты жулишь! Через соломину дышал! А ты меня поймал за эту самую соломину-то? Так это ж и дурачку ясно! Э, а вы умные! Уху проиграли! Ничего, вам готовить, а мне хлебать! Переиграем! Не честно! Переиграем! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Лукова, вы хоть раз можете оторваться от этого ящика? И наконец заметить, что помимо этих красоток существует живая женщина, которая на вас работает, стирает, кормит, поет, я не знаю, гладит, стрижет! Люсь, Люсь, ты у нас королева, королева красоты! Ам, эти мымры, они же тебе в подметки не годятся! Конечно! Ой, подлизывал у кого вы! Ну вот, раз в жизни, правда, скажешь, не верит! Вот честное слово, честное слово, шикарно! Ой, да какая шикарная! Шикарной на банкете будет Эльвира! Ей Гоги из Брюсселя вечерние брюки привез! Ну, брюки, конечно, очень хорошо! А куда твоя Эльвира свои ноги денет? Нет, ты, Людмила, у нас сегодня, ну, прямо хоть под венец! Нет уж, Пафа, второй раз я такой глупости не сделаю! А вот если вы надумаете, пожалуйста, мы не возразим! Люсь, ну, батя-то, не глупей тебя! Жениться! Нет, в его-то годы! Он что, камикадо, что ли? Сегодня ЗАГС, завтра на пенсии! Паша сформировала на этом чемпионате! Выступала, правда, только в двух видах программы! В виде солисток и в виде дуэтов! В виде солисток, хотя на Хайтера позавоевала! Седьмое место! Чтоб ты знал, Паша! Камикадзе, это самоубийца! А я, Паша, еще только жить собираюсь! Ну, пап, у тебя и юмор! Дед! Дед! Стой! Ну, ты куда? За пиво! Чего ты, серьезно на них обидел, что они тебя старым обозвали? Чего обижаться-то? Чего обижаться-то? Все верно! Они молодые! Ты юный! Я старый! Да какой ты старый! Я в ЖЗЛ читал, академик Зеленский, который противогаз изобрел. Он 80 лет женился и ребенка родил. 80 лет! Сила духа у человека была. Понял? Да, это сила духа. Слушай, дед! Да? Ну, ты честно только скажи, ты что, правда, жениться решил? Кто жениться? Ты! Я жениться? Да! Я же противогаз, ты еще не изобрел! Ну, ладно! А сейчас куда ты пошел? Ну, за пивом, ну, за пивом я, понимаешь? В ресторан ческое пиво завезли. КОНЕЦ О, батя! Добрый вечер! Добрый. Улыбнитесь мне, пожалуйста. Что? Я говорю, улыбнитесь мне, пожалуйста. Так надо, я вас очень прошу. Ну, что вам, жалко, что ли? Я свой. Еще долго? Открываю. Улыбаться, улыбаться! Спасибо. Всего достаточно. Извините. Вы меня очень выручили. Не за что. Вам еще моя помощь нужна? Нет, нет, спасибо. Я маленько посижу и пойду. Вот еще бы... Станцевать бы. Вы меня приглашаете? Нет, нет. То есть, да. А вы что, против? Я? Да. Я за. Я тоже за. Ну, все. Ну, все. Пойдем. Куда? Ну, пойду. Ну, вставай. Ну, что ты? С ума сошла, что ли? А вы неплохо водите. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, Людмилочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот и мы, Галюша. Ну, я пошла. Куда? К подружке заходила. Повидаться. Работаю напротив хозмаги. Нет, нет. С меня причитается. Вы у меня такое сделали. Галюша. Шампанского. Вот так вот. Нет, я сейчас пойду и скажу. Подожди. Куда? Ну, неудобно. Люди кругом. Люди. Она же ему в дочке годится. Во внучке даже. Не загибает, Люсь. Я загибаю. Мымра. Почему мымра? По-моему, ничего. Да? Да. Ничего. Ночь тебе нравится такая. Да ты что, Люсь? Я-то здесь при чем? Ну, при чем? При том, все волоковые. При том. Счастливо оставаться. Спасибо огромное. Вы меня так выручили. Это вам вот от меня. Нет, нет, нет. Нет. Нет, это вам, вам. Вас такая замечательная улыбка. Да, как вы домой-то? Да, вот так. Вот что, я вас провожу. Вы не бойтесь. Я не боюсь. Вы надежный. Какой вы надежный. Не понял. Ну, не то, что эти кузнечики-попрыгунчики молодые. Если бы на вашем месте был молодой, то знаете, что было бы? А вы? А вы? А вы? Все красиво. Нет. Солидный мужчина, берег надежный. Что это вы все про надежность? Как в сберкассе все равно. А что? Вот наша завсекция вышла замуж за пенсионера. Лет на 20 он ее старше. Ну и что? Не курит, не пьет. С женщинами, сами понимаете. Тем более. Ну, в общем, надежно. Потанцуем еще? А с нее какие хлопоты. Сварит ему кашку. На скверике прогуляет. Придут вечером домой. Сядут, поглядят телевизор. И зубы на полку. Это она так шутит. Но у него челюсть вставная. Он ее в стаканчик на ночь и на полочку. Потанцуем еще. Спасибо. Я натанцевался. Эй, пионеры. Не поздновато ли? Привет. Сидите, сидите, сидите. Между прочим, передачи в спокойной ночи, малыши вы уже прозевали. Да нет, дело вот в чем. У меня не получалась задачка по математике. И я пошел к Машке, потому что она взяла сочинение, чтобы на химии и биологии передрать. И у нас с ней возникло очень важное дело. Понимаешь? Ну, чего ж не понять. И с ней ясного. А сам дедуль, откуда так поздно? Понимаешь ли, задержался я, зубы лечил. А что, нас-то не приходили, что ли? Да нет. Мы с Машкой два часа наблюдаем никого. Наключ не закрывай. Угу. Чего? Дома они. Ты чего будешь, да? Я молочка. Я лично кефирчику. Тихо. Варенье, варенье давай. Ладно, держи, сыру взять. Нет, не надо, на утро оставь. Сыру тебе еще на ночь. Сыру, видимо, захотелось. Варенье давай. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты что, страшно что-нибудь увидел? Ой, Лешка, хуже не видал. Бать, ты нажил комиссию до смены? Сейчас прямо и пойду. Ордена бы надел. Не день победы. Ну, все-таки как-то. Прервемся и так. Вот он, я. Ну что? Ну что ж, пошли. О, гляди, гляди, как близко тут же, а? Похоже, к дому подбираются. Придется в исполкоме заодно потолковать. Не тронули бы. Да ну его ломать. Что они, без понятий что ли? Понятия, понятиям, а так смахнут, что и своих не узнаешь. Понятия. Пока. Ага. И пух, не пера тебя на практике. Да ладно, чего там? Ну, все-таки первый день. К дорогу, папаша. Спасибо, дедуля. Ага. Ага. В результате обмена семья Луковых получит вместо двухкомнатной квартиры трехкомнатную. Товарищ Луков ветеран войны, труда. Так что я думаю, в порядке исключений можно разрешить. Спасибо. Я за, товарищ Попова. Только про исключение не надо записывать. Исключение для лиц с правом на дополнительную жилплощадь. Или для перспективных семей. А тут, как видите, не тот случай. Минуточку. Я не понял насчет перспективы. Да говорим, что нас с вами, уважаемый товарищ Луков, перспективными уже не назовешь. Да вы не волнуйтесь, обмен мы в ваш раз смотрим. Да обмен надо. Жили мы без обмена, без обмена и проживем. А я вот понять хочу. Я вот он вроде как живой. Как говорится, еще не помер. А чего же нет перспективы? Да речь о другом. О перспективе образования новой семьи. Замечательно. Вон внук у меня подрастает. Вот подрастет и поговорим. Ну, вы-то, надеюсь, не шеитесь. Ах, в этом, значит, это перспектива. А если вдруг в один прекрасный момент раз и женюсь. Вообще-то я всегда за юмор, но тут... Ну, почему же юмор-то? Нет, давайте разберемся. Если я женюсь, значит, появится перспектива. Товарищ Луков, я, извините, несколько моложе вас, но мне и в голову не приходится считать себя по этой части перспективной. Ну, и зря. Женщина вы, я б сказал, в самом соку. Да. Ну, ладно, хватит. Мы идем вам навстречу, а товарищ, очевидно, издеваться сюда пришел. Нет, почему же, я, я, я совершенно объективно... Вот и мы объективно, я предлагаю, без всяких исключений, товарищу Лукову в обмене отказать. А? Не вертитесь, папа. Мне теперь из вас надо выстричь шениха. Ну, ладно, Людмила, ну, сморозил я, сморозил. Ну, пойду я в эту комиссию, ну, и хочешь ордена надену. Ну, что вы, не надо. Симочка звонила, есть более интересный вариант обмена после Нового года. Так что нет худа без добра. Ну, очень хорошо. А на меня уж, Людмила, ты не сердись. Ну, что вы, папа, во всем виновата я. Ну, Оики, ну, виновата ты. Ну, конечно, я. Нужно быть идиоткой, доверить серьезное дело мужчине. А вот, скажите, Лукова, вы хоть раз в жизни одно толковое дело сделали без меня? Вот то-то. Сидите спокойно, а то ухо отхвачу и отвечать не буду. Нет, дед, жалко, что не женишься. Тебя зачем? А вот они б меня тогда воспитывать бросили и на твою жену переключились бы. Хе-хе. Шутка. Семен Ильич, вы меня поняли. Да, ну, конечно, беспокоит. Здравствуйте, Людмила Александровна. Здравствуй. Конечно, беспокоит, очень беспокоит. Здравствуйте, Людмила Александровна. Очень беспокоит, вы понимаете? Здравствуйте, Людмила Александровна. Иди в класс. Ребята, идите в класс, готовьте инструмент. Я сейчас. Извините, Семен Ильич. Да нет, вы понимаете, все какие-то намеки, недомолвки. Женить бы, не женить бы, не понимаю. Семен Ильич, вся надежда на вас. Вы должны с ним поговорить, все выяснить. Ну, как вы умеете. Тонко, ненавязчиво. Да. Вот ты держишь в руках королеву. Королеву, королеву. А какие мысли приходят тебе в голову? А? Леш. Ну, ты ж держишь королеву, а? А что ты чувствуешь? Сень. Ты это о чем? А? А о чем? А не о чем? Ты меня прости, Семен, ты, может, не совсем здоров. Что у тебя за ассоциации-то? Что с тобой, Сень? Со мной? А со мной ничего. А вот что с тобой? Людмила места себе не находит. Ах, вот оно что. А вот оно что. Он меня, оказывается, тут на кривой козе обезжает. А я ушами хлопаю, да? Людмила, значит. А ты рад стараться. Слушай, Леш. Что? В самом деле, надумал жениться. А ты что, даже себе этого представить не можешь? Что? Ты что, теперь монахом совсем устал? Я? Да. Эх ты! Да я знаю еще. Да уймись, Семен. Вот-вот. Уймись. На. Ну так скажи ты, в самом деле жениться надумал? Да что вы за народ такой? Жениться, жениться. В этом разве перспектива в жизни? Я совсем о другом думаю. О чем? Сень. Неужели мы уже старики? А? Кто? Мы? Мы. Ой. Мы. И в бесперспективные меня тут списали. И дома про годы намекнули. А ты никого не слушай. Да я и не слушаю, я думаю. Как быстро все. Только вчера мы с тобой за девками бегали. На войну уходили. А теперь вот отбегались, отвоевались. Ты-то чего плачешься? И в доме первой человеки, и на заводе. Директор за тобой. На брюхи поползет. Когда на пенсию попросится. Что? Заслуженный отдых? Спокойная старость? Да это ж как гипноз. Я когда про это думаю, ну просто превращаюсь. Во что превращаюсь? А вот так. Превращаюсь и все. Я не я. И не дождутся они от меня этого. Да ладно. Поживем еще. К нам придет второе дыхание. Хотя иногда второе дыхание приходит с последним вздохом. Наталья, поговорить бы надо. О чем нам с вами говорить? Я с работы иду, тебя дожидаюсь. Отчего не поговорить с человеком? Ну, что? Понимаешь ты, на душе у меня словно кошки. Скребут. Обидел я тебя. Ну, я не горда. Прощаю. Это все? Нет, не все. Я ведь тогда что подумал? А вот я думала, вы человек, которому расскажешь, и он поймет. А вы знаете, как одной на свете трудно? Да. Когда моя Варвара померла, это уже вроде как бы угас. Эти дети, а все равно единожды один. Проводите меня, что ли? Папа! Ой, я думала, папа, а это чужой дедушка. Моя дочь. Беги домой. Это моя Машенька. Иди, я сейчас приду. Скучает по отсюда девчушечка-то? Очень. А он? Кто? Витек? Да, Витек его зовут. С двух работ за пьянку уволили. И я дурнула, не выдержала. Караулит, ревнует. Обещает завязать, да только я ему не верю. Вы вас оба-то мне не сочувствуете. У меня молодых стрекозлов. Во сколько. Батюшками в любви клянутся. Только замуж не зовут. Не зовут? Не зовут. Ну, спасибо вам, что проводили, поговорили. До свидания. До свидания. Слушай, я тебя здесь уже второй раз вижу. Учти, третий раз будет последним, понял? Да ты кто такой, чтобы мне указывать-то? В морге узнаешь. Ты что, обалдел, что ли? Твое счастье, что ты старенький, а то бы... Да я таких, как ты, в свое время. Верю, верю, в свое время. Только прошло твое время. И не спорь с Витьком. Стой. Так ты Витек. Наташин муж? Нет, точно Витек. Витек, кто же еще? Слушай, ты, кажется, совсем друг. Другой разговор. Тогда Витьку, Витькова. Ну, сейчас я тебя угроблю. Ты и так уже троих угробил. Ты что, каких троих? Себя, дочку, жену в бутылке паршивую топилу. Была бы мою волю тебя чокнутый, безумный, что ли. У тебя всю память водка сожрала. Ум, честь, совесть. А тело вонючее. Витек. Тридцать лет и все отчество не заработал. Чем подглядывать из угла, шел бы домой. Ждет. Дочка-то. Ждет. Ждет. Сам видел. Да. Дай закурить. Не курю я. Я тоже. А это Роза Борисовна, бывшая наша соседка. Готови, пальчики облежь. Вот. Интеллигентнейшая женщина. Главбух из моего музыкального училища. Да, батя, у нас дефицитный жених. Ярмарка невесты. Да если Лешка захочет жениться, он сам себе невесту найдет. Этот кошмар мы уже наблюдали в ресторане. Люся, я что-то не понимаю. Ты ему жену ищешь или себе соседку по кухне подбираешь. И соседку тоже. Между прочим, от того, как ладят женщины на кухне, зависит вся ваша мужская жизнь. А вдруг пойдут споры, ссоры. Нет, ты что, хочешь, чтобы папа отделился от нас, ушел из дома? Разбить нашу семью хочешь? Да ничего я не хочу. Вот и я этого не хочу. Семенович, миленький. Ну, ну, хорошенький, мы же уже договорились, правда же? Ну, не в заг же, а просто в гости. Ну, не понравиться не надо. А вдруг? Ну, что, вдруг, вдруг. Ну, я же его знаю. Ну, вот именно, поэтому мы вас и пригласили, что с учетом вкуса вашего друга рассмотреть все достоинства и недостатки кандидатур. Да, если хотите узнать о недостатках женщины, скажи что-нибудь хорошее о ней, ее подругам. Вот только не помню, кто об этом кто-то сказал. Ой, ну, это всем уже известно. Я, вот, тихо. Я прошу обратить внимание на Юлию Васильевну. О, нет, это хуже всех. Она похожа на нашу с Лешкой классную руководительницу. Ладно, нет, нет. Ну, что? Ну, я не знаю. Неужели вы не можете понять? Ему нужен человек. Близкий человек рядом. А мы-то что же? Ну, так-то, ну, так. Да только не пройдут у вас никакие смотрины с Лешкой. Да не смотрины, а именины. Завтра у папы именины. Ну, что, я не могу пригласить в гости свою старшую подругу? Паш, а ты за столом, в разговорах, так ненавязчиво создаешь образ отца. Какой еще образ? Привлекательный. Такой, какой он есть. Друженик, умница. Не пьет, не курит. Мягкий характер. Аккуратист. Лешка. Сеня. Здорово. Папа. Что это с вами? Че-чего? Подрался. Подрался? Из-за чего? Из-за чего, из-за чего? Из-за чего дерутся? Из-за женщины. Слушай, а че это ты вдруг хипуешь, а? Не понял. Ну, в смысле выступаешь. А еще понятней. Ну, чего ты раньше был такой тихий, спокойный, а теперь у тебя каждый день ЧП, м? Это долго объяснять. Да и боюсь, тезка, не поймешь ты этого. Пока. И я не пойму. Я тебя лучше всех вообще-то понимаю. Приятно слышать. Ну, и зря смеешься. Потому что мы с тобой гнетенные поколения. Это как? А так. Мне еще ничего нельзя. А тебе уже ничего нельзя. Любопытно. Ты посмотри, дед. Кто, например, все время во дворе? Вы и мы. То есть? Пацаны и старики. А эти, так называемые, нормальные, они же по домам сидят. По квартирам. Телевизор смотрят. А нас во двор тянет. По подъездам. К своим тянет. Это же естественно. Новый класс угнетенных. Пионеры с пенсионерами. Зря смеешься, дед. Вот посмотри, про нас говорят. У них еще все в будущем. Про вас. У них уже все в прошлом. А что у нас с вами в настоящем? Вот об этом я как раз, тезка. И думаю. Думай. А думаешь, расскажешь, да? А то. Знаешь, паш, что-то мы того. Маленько заездили в Людмилу. Угу. Ну что? Так вот. Не вышла. Обиделась. Ну вот видишь. Ты бы хоть, Паша, порадовал ее чем? Цветочков принес, что ли? Что цветочки? В театре вот давно не были. Может сходить? Нет. Давай на рыбалку возьмем. Уху-то она варит лучше. Вот и порадуем. О, порадовал. Мало она у тебя у плиты вертится. Парадовал. Во что, дед. Во! Мы уборку сделаем. Генеральную. Ах ты, мать честная. Заморочился я тогда в исполкоме. Про дом сказать забыл. Да, ты смотри, уже подбираются. По идее не должны. Должны, не должны, а снесут. А вы чего раньше времени ему похоронку выписываете? Да я в горком пойду, бабком. Завтра же пойду. Куда завтра? Ну, в понедельник пойду. Но я не допущу. Слушай, пап, чего это он так, а? Как чего? Я сколько себя помню, столько и дома. И я. Ну, а чего ж ты спрашиваешь? Дорогу, папаша! Спасибо, дедуля. Дорогу, папаша! Задержала? Ой, а я сегодня вообще чуть не проспала. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А я все смотрю, знаете, и думаю, вы это или не вы. Это я. А я сразу вас не узнал. Здравствуйте. Зато я вас сразу узнала. Я вот чего. Я сказать хотел, вы уж извините меня. За что? Если вам нравится, лазите, пожалуйста, на здоровье. До первого мельцанета. Да нет, я не про это. Я говорю, извините, что так на жилкомиссии вышло. Я ей, богу, не хотел вас обидеть. О чем вы? С чего вы взяли, что я обиделась? Не обиделись? Абсолютно. Я же все понимаю, как врач. Что? Как врач? Некоординированный контроль над собой. Почему? Почему некординированный? Ничего страшного. Частое явление в вашем возрасте. Продолжение следует... Продолжение следует... Там дядя Коля что-то пришел. А, видал, мы Люсе сюрприз готовим. Уборщики генеральные. Садитесь, дядя Коля. Спасибо, детка. Павел, мне нужно решительно с тобой поговорить. А, ну я здесь не нужен. Нет, молодой человек, именно вы-то мне и нужны. Чаша терпения переполнена. Вчера Мария вернулась домой в первом часу ночи. Да, видал я их с Лешкой. Ворковали на лесенке. Ворковали. Они не ворковали, они прятались. Они скрывались от, как говорится, справедливого возмездия возмущенных жильцов дома и моего. О, Алексей! Что? Вот он. Вчера вечером они с Марией затащили в лифт, ну, знаете, большой грузовой, журнальный столик, торшер. Что еще? Кресла. Два кресла. Расположились в них по-домашнему, с газетами в руках, он в трусах и майке, она в мамином халате. И когда академик Удалевич, который проживает в нашем доме, вызвал кабину и открыл лифт, он решил, что попал в чужую квартиру. И упал в обморок. А что смешного? Иди, что ж. Что смешного-то? Чего ж ты устроил? Академик, в обморок. Павел, я пришел попросить, вернее, потребовать, надеюсь, наша школьная дружба позволяет мне это, потребовать, чтобы Алексей прекратил всяческие контакты с Марией. Николай, ну расскажи, что он там еще натворил. Коль! О, это будет долгая история. Во-первых, он сорвал участие Марии в математической олимпиаде. Пригласил ее как бы по грибы. Что, что я, силой, что ли, ее увез-то? Помолчи. Потом и научил ее играть на дурацкой гитаре. Мария целыми днями сидит, бренчит, как ненормальная. Ну и потом он физически чуть не погубил Марию. Заставил сидеть в реке, под водой, не дышать, кто кого пересидит. Девчонка чуть не задохнулась, потому что Алексей играл нечестно, дышал там через какую-то соломинку. Вот почему я категорически настаиваю на прекращении всяческих отношений Алексея с Марией. Погоди, Николай, ты погоди. А ты, Алеш, иди пока, прогуляйся до вызова на ковер. Коль, может, ты это, ну, драматизируешь, а? Все-таки мальчишка, девчонка, дело такое. Да какие мальчика и девочка? Это было бы прекрасно, прекрасно и нормально, если бы первое чувство и так далее. И в помине ничего нет. Из дуэт хулиганов, дуэт неуправляемых личностей, в котором, простите, первую скрипку играет ваш Алексей. Вот почему я категорически настаиваю. Но это ты уже говорил. Вы очень педагогично удалили. Алексей, давайте обсудим поведение ребенка на нашем уровне. Да, ну, ребенка мы обсудим. Да, ну, давай сначала обсудим на нашем уровне тебя. Почему меня? Да, тебя, Николай, что ж ты, Колька, склеротиком-то стала? У тебя что, Колька, совсем память отшибла? Я вас не понимаю. И того не понимаю, что Машка твоя, она вся в тебя. Ну, ничего, я тебе память-то освежу. Тебя как же, Колька, дразнили? Колька, прыщ. Алексей Павлович. А почему тебя при чем-то прозвали? Потому что ты себе и вот этому вот оболтусу, вот это, всю грудь чернилами разрисовал, будто фурункулы. Что в школу не ходить, так? Точно, Коль. А еще, Колька, ты в пятом классе Пашку подбил с пожарки прыгнуть, месяц вдвоем костыляли. А в шестом вы на пару заучу скелет подкинули. А в седьмом и шака в стен газеты нарисовали. Ты малевал, Пашка раскрашивал. А в восьмом классе моя Варвара Михайловна покойница к твоей матери бегла, слезно умоляла тебя к нам не пускать, чтобы ты Пашке дал школу спокойно окончить. А я, если ты помнишь, тебя тайком все-таки на чердак пускал, где вы с Пашкой ракет устроили, от которой наша пожарка и сгорела. Старый ты какой-то стал. Что ж такое старый-то, а? Коль, а ты наших ребят-то из класса давно не видел? Давно, Паш. Я даже думаю, может, помер кто из наших. Действительно, старыми стали. Дед, Коль, ты это брось. Я не в том смысле про старость, а в смысле того, что скучный ты стал. Это вы все правильно сказали. Нет, а как отец, ты, конечно, прав. Мы Лешке то, что ему полагается, законной всыпем. Ну, то, что заслужил, получит. Не надо, прошелось, не надо, забудем. Ну, что вы? Да, если честно, я бы сам в жизнь бы не пришел. Нинка послала. Ну, она. Ребенок погибает, какой-то отец спасает ребенка. Нет, ну, Машка у меня действительно сечет математику на раз. Нет, вообще, Машка у меня девка с головой. Ну, а как же? Вся в тебя? Конечно, что, у меня голова хуже твоей работой. Хуже, что ли? Лучше, Коль. В сто раз лучше. А ну-ка, сними очки. Зачем? Ну, сними, говорю тебе. Твоя башка, Коль, работала лучше всех. А ну-ка. Опа! Батя! Опа! Эй, эй! Тихо! Давай, давай! Вас давай сюда! А-а-а! Эй! Опа! Коль, Слушай, давай соберем нашу. Точно, давай соберем, Паша. Сыграй, на пустыре. В понедельник после работы. А, в понедельник, на пустыре. Лешка. Опа! Вот так. Инструмент! 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 Батя, ворота! А-а-а! 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 Генеральную уборочку решили. Это Коля пришел. Вот. Здравствуй, Коля. Вот нам про Лешку хочет... Старец пришел, Люсья, за сына, которого ты воспитала. Вот ты знаешь, он для моей Марии примером является буквально во всем. Правда? Да, чудный мальчик, воспитанный, полный фантазии, обаятельный. Ты знаешь, от него сюрпризы можно любого ожидать. Вообще всего чего угодно. Спасибо. Это тебе, Люсь, спасибо. И тебе, Паша, и вам, Алексей Павлович. Ну, значит, в понедельник после работы. Железно. Коля, а куда ты торопишься? Остался бы, ну, поиграли бы еще, а? Ну, смотри, сколько вазочек стоит. Это в следующий раз, Люсьенька. Будь здорова. Ну, подожди, я тебя провожу. Жаль, не будет игры. Никакой игры не будет. Почему не будет? Что, думаю, что Колька забурел, что ли? Не придешь, что ли? Да при чем ведь Колька? Я не приду. У меня в понедельник лекцию вечерников и т.д. и т.п. Да ты не кисни. Ну, что ты, сынок? Ничего, папа, все нормально. Лешка, вроде мы давно праздников не устраивали. Да, давно. Слушай, давай день рождения устроим, а? Да, воскресенье. Давай. Что, это юбилей, что ли? Подарков тебе надарят, дед. Наших всех позовем, батя. Вообще, знаете, я с детства любил подарки. И варенье. Здравствуйте. Здравствуйте. Старость мужчины, это когда вид красивой девушки вызывает воспоминания, а не надежду. Да, нет. Да, да, да. Пошли, пошли, пошли. Только первая страница врачной книге написана стихами. Остальное суровой прозой. Оставь ты эти глупости. Всю жизнь я тебя учу. Афоризмы не глупости. Ага. Можно написать целый роман Анны Каренина. А можно сказать одну только фразу. В любви теряет рассудок, в браке замечает эту потерю. Да, нет. Сень, что за тематика у твоих афоризмов? Все про это, а? Слушайте, ну зачем открывать все бутылки-то? Выдохнется. Не хватай со стола. Ну, вот это хоть годится. Шикарно. М-м, бельмондол. Ну, пап, ну не до шуток, честное слово. Ну, Людмила, ты меня просто замучила. И вообще это все не годится. Не в тон рубашки. Юль Васильевна с тонким вкусом женщина. Паш, иди, помоги папе по пресгалску. Юль Васильевна, Юль Васильевна, ты да Пашка целый день. Англичане утверждают, покупая кота в мешке, будьте осторожны, чтобы не купить кошку. Это в каком смысле? А для примера. Одна из моря мудрых мыслей. Слушай, бельм, а вот полосатенькие. Лучшие, по-моему. Я-то вообще-то их терпеть не выношу. Хоть и для Юлии вашей. Ну, это ты зря. Ты же Юрия Васильевна не знаешь. Хорошая женщина, говорят. Такая веселая. И по части кухни она вообще... Паш, что же за настроение у вас нынче, а? То из меня этого жениха корчите, то это Васильевну расписываете, как невесту на выданье. Ну, а что? Был бы ты у него, как у Христа, за пазухой. Что? Что? Я говорю... Говорю, если б ты с ней, это... Хорошо. Продал. Кто продал? Кого? Ты. Отца родного продал. В капкан заманиваешь. Да ну какой капкан-то? Ну ты жениться хотел? Люська, вот, решил тебе помочь. Слушай, сын. Ты когда, сын, мужиком станешь, а? Батя... Да не сопи, ты! Да каких пор тобой вертеть будут, как хвостом собачьим? Нет, не мужик ты, нет. Слово сказать не можешь так, чтобы всем ясно. Пашка Луков сказал, значит, так оно и будет. Не мужик ты, нет. Так вышло, Батя. Что вышло? Как вышло? Вот так! Я ведь себя Пашкой Луковым никогда не ощущал. Сначала был сын, вот твой сын, Алексей Павлович Лукова. Потом оглянуться не успел. Уже отец. Вон, иду, по дуру, пацаны орут. Вон, Лешке Лукову, отец пошел. Вот так и было. Сначала чей-то сын, потом чей-то отец. А самим собой я вроде никогда и не был. Ну, папа, вы скоро? Ну, Семен, обложились. Да ладно, Батя, ну, переморгаем. Ну, мы-то переморгаем. А вы про женщину про это подумали? Как же вы могли? Как же вам несовестно? Ведь она пришла с надеждой. Как же я в глаза-то погляжу? Ну, что делать-то? Не знаю. Только я туда не ногой. Слушай, Пашка, встань на дверях, стой насмерть, чтоб прошли только через твой труп. а там, причи, что знаешь, заболел, помер, в туалет. Пошел и весь вышел. Пашка, ну ты что? К нам пришла Юлия Васильевна. Опа. А папа вышел. Вот так. Гвардия погибает, но не сдается. Куда? Куда? Товарищ сержант, этот гражданин наш пациент. тот-то, я смотрю, на домушника он не похож. Какой домушник? Какой пациент? Я, я... Ай, здравствуйте. Здравствуйте. У меня как раз гости пришли дома. Да? К вам пришли, а вы ушли, вам захотелось покататься. А мы вам как раз машину подали. Какую машину? Да брось его, дуракать валять. Это у них обычный способ самообороны, нападения. Ну, я пойду, потому что мне... Вы пойдете, только туда или туда. А? А? Нет, я лучше туда. Всего доброго. вы меня везете в дурдом. Куда? Ну, как это? В эту... В психушку. Почему? Ну, как же, вы сами сказали, пациент. Ну, я должна была что-то придумать, чтобы вас отпустили. И все. Спасибо вам. Спокойно. Огонь. Спасибо. Ну, и привычки у вас. То в стену, то в окно. Так в стену мне, короче, на работу ходить. А в окно меня женить хотели. А вы, значит, под колеса наших дней. Как по Гоголю. Ну, вам огромное спасибо. Вы меня выручили. С меня причитается. Ну... вот так вот. Вот так вот. Тихо как. Сто лет такой тишины не слыхал. А я каждый вечер здесь гуляю. Вера Семеновна. Простите, Сергеевна. А может, и мне вам сюда приходить, гулять, если не помешаю, конечно. Ну, почему помешаете, пожалуйста, если вас устроит мое общество... Ну, почему же не устроить-то? Вы ведь женщина... Ну, помню, помню, как вы тогда высказались в самом соку. Нет, вы же меня аж, простите, я совсем не это хотел. Ну, хватит, хватит. Я забыла об этом. И я забыл. Ну, и хорошо. Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Кто-то такой, чтоб его останавливать! А я откуда знаю? Представитель я! Горано! Ремизор! Контролёт! Стой! Стой! Здесь работу пока прекратить. Это почему? Почему-почему? Чрезвычайные обстоятельства. А вы кто? Кто-кто? Стой! Представитель я! Да что случилось-то? Что-что случилось? Сказано? Обстоятельства. И всё. Вот так вот. А у меня на ваше обстоятельство план. Стой! Сейчас всё скажу! Вот. Вот причина. И молчок. Бомба. Только что обнаружено. Сейчас прибудут компетентные органы. Слух не распространяется. Молчок. Стой! Стой! Папаша! Папаша! Да вы что? Я же вас задавить мог. У меня же тормоза еле-еле держат. Вы мне работать мешаете. Ну вот народ собирается. Ты меня, парень, за бомбу прости, но надо же было тебя как-то остановить-то. Только дом этот ломать нельзя! Невозможно! Да выкручи ты свою тарахтелку-то! Вы мне скажите, папаша, это ваш дом. Не мой. Ну и всё. Его сохранить надо. Погоди, погоди. Сохранить его надо. Ну что же, это историческая ценность, что ли? Историческая, вот так вот. Да бросьте вы, папаша! Таких домов-то... Да погоди ты, парень, погоди! Не знаешь, поймёшь ли ты меня. Тебя как звать-то? Михаил меня звать. Вон, гляди на тот берег. Видишь? Вон там у нас, видал небось там всё нарыто? Траншеи. Аккурат я в этих окопках сидел, когда фашиста отсюда гнали. Ну, сам знаешь, что кругом-то было. Стену вон крепостную и ту разворотила. Что день, что ночь, грохот, смерть. А на утро едва разведнеется, смотрим, а дом стоит. На завтра опять и ночью. А утро смотрим, дом стоит. Заколдованный, будто получается правда. Что-то я как-то нескладно. Слушай, слушай меня. Его ломать никак нельзя. Его сохранить надо. Понимаешь, Миша? Миша! Стены вон крепостную и то вон восстановили. Это правильно. А ты этот дом ломать? Да мы, наши однополчане, мы каждые два года возле этого дома собираемся. Именно возле него. Потому что память о нём как о России, что ли. Опять я речь толкаю. Так... Да нет. Только как вас зовут? Алексей Павлович. Алексей Павлович, ну раньше же надо было в колоколадо бить. Ну виноват я, виноват. Ну сам понимаешь, каждый день суета, суета и самые важные дела до понедельника откладываем. Я сегодня площадку отутюжу. Ну, Алексей Павлович, если завтра решения не будет, вы меня извините. Да будет, Миша, обязательно будет. Закурить есть? Я не курю. Я тоже. На вот, держи свой хомут и эту показуху. А я в горком. Семёну скажи, чтоб попросил за меня отгул. Да я после работы зайду, проверим. Ничего, парень надёжный. Ну вот, а то устроил тут фокусы с проволокой. Эй, да там бомба. Слышь, парень, один раз пошутили и хватит. Я два раза на один анекдот не улыбаюсь. Это честное слово, бомба. Батя. Эй, Марис, ты дурачка нашли, бомба. Ну какая тут может быть бомба? Ба. Вот она через сколько лет догнала-то. Ну ничего, Алексей Павлович. Её не тронешь, и она не тронет. Обезвреет. Михаил, срочно в милицию. Есть. Павел, звони в военкомат. Ясно. Мы с Алексеем дороги перекроем. Так, отвезём в милицию. Повезут эту дуру за город, а там рванут. А ты, Алексей, стой насмерть, чтобы никто не прошёл. Ясно? Смотри! Дед! Тормоза! Стой! Скоря, я говорю. Идём, идём. Ты что? Ложись. Ты что? Быстрее же надо наверх. Меня не достанет. А нога? Я же помогу. Держись за меня. За меня держись. Меня не достанет. Быстрее. Я тебе прикасываю. Ну нет же, нет. Скоря. Ложись. Марёшка. Скорей, дед. Отпусти. Ложись. Отпусти. Нет. Отпусти. Нет. Ну ты... Обошлось. Ну отпускай. Фух. Ну и ты, жёлтый, тёзка. Ну и найди себе какого-нибудь другого, полегче. Ладно уж. Пожалуй, не надо другого. Обойдёмся. Их ты. Полит? Маленько. До свадьбы заживёт. Тедуль. Не прав я был. Не прав. Но если разобраться, я не прав больше. Руку на тебя поднял. Век себе этого не прощу. Я ж молодой, я первый должен был сдержаться. А я старый. Поэтому у тебя нервная система никуда. А у тебя куда? Туда. Прочитай, что про вас врачи пишут. Акселераты. Короче говоря, Лёш, ты не прав. Да нет же, дед. Это ты не прав, что я считаю, будто ты не прав. Потому что прав-то я, что не прав я. То есть как? А вот так вот. Позволил? Сейчас будут. А что это вы тут расселись-то, а? Случилось что-нибудь? Да, командир наш панику поднял. Бомба, бомба. Видал? Дура ржавая! Ой, ну-ка вы. Лежала себе эта бомба. Никого не трогала. Нет, вам обязательно нужно туда взунуть свой нос. Три носа, как три ребенка. Да какая женщина выдержит это? Одна и трое мужиков. Людмил, ты не думай. Мы ценим. Мы понимаем. Вы понимаете? Если б вы понимали, вы... Это ж надо выпрыгнуть в окно. Меня в идиотское положение поставили. Это кто кого? Из меня тоже сделали. Клоуна на ярмарке. Здрасте. Вы же сами талдычили о женитьбе. Во-первых, талдычил не я, а вы. А во-вторых, у меня свои извилины на этот счет есть. Бать, бать, мы-то уж видели, что ты там со своими извилинами нашел. Ведь детский сад. Пап, да пусть дед женится на ком хочет. Ты, пожалуйста, не вмешивайся, не твое дело. А что же это дело-то? Наше, семейное. Ты можешь помолчать, когда отец разговаривает. А ты чего на ребенка шумишь? Потому что я ему отец. А я тебе отец. Ты мне отец, а я ему отец. Да, ты мне отец, зато он мне дед, а тебе отец. Ну ладно, хватит Луковой, отцы и деды. Я вот вам устрою. Я вам устрою. Я вам... Я вам дочку рожу. Здрасте. Здравствуйте. Маша. Мам, понимаешь, у нас тут с Машей возникло одно очень важное дело. Надо обсудить. Мы сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, доктор, скажите, пожалуйста, что с ними? Когда я их могу забрать домой? Я сама хотела бы узнать об этом, но узнать ничего невозможно. Дежурного врача нет на месте. Да. Паша. Пошли. Нам нужно найти дежурного врача. Идите. Идите. Спасибо. Ну вот. Вы опять что-то выкинули. Как ребенок, честное слово. Ну я, конечно. Только я не виноват. Так уж вышло. А вам спасибо, что пришли. Большое спасибо. Да что вы, что вы, не за что. Просто когда я узнала, я испугалась. Спасибо. Вы женщина замечательная. Вы. Да, да, да. Я слышала, слышала в самом соку. Смотрите, опять поссоримся. Ни за что. Ну, а вы уж за те слова меня простите, извините. Да ну, я сказала, что я все уже забыла. Ну да, такое забудешь. Это надо сморозить права, что вы в самом соку. И правильно вы мне тогда врезали, правильно. Я понимаю, комплимент комплиментом, но каково это вы слушают женщине-то в ваши годы? Попробуй. Прощайте. Погодите, куда же вы? Посидим еще. Некогда. Мне на работу пора. Несмотря на возраст. О! Я ж не то имел в виду. Не пущу. Я ждал, что вы придете. То есть, я надеялся. Вы пришли и ушли. То есть, уходите. Не пущу. И ничего вы со мной не сделаете. Это почему же? Да потому, что вы сами сказали, что у меня некоординированный контроль над собой. Компот будет. Бу-у-у-у-у! Да. А я думал, достала его. Война проклятая. А нет, ничего. Стоит домик-то. И будет стоять. Конечно. И при детях наших будет стоять. Да что при детях? И при внуках наших. Дорогу, папаша! Вам не повреден. Дедуля, дорогу! Где ты, что-ли? Дед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok